В АТРАУ прошел гражданский форум с участием членов НПО. Традиционные мероприятия нацелены на решение проблемных вопросов в регионе. На совещании члены и организации приняли участие в экспертных, дискуссионных и обучающих мероприятиях, обсудили новые идеи и проекты. Традиционный форум уже стал площадкой для сотрудничества гражданского общества и власти. В своем выступлении заместитель Акима области Бахаткуль Хаменова отметила, что в нынешнем послании президента особое внимание уделено вопросу диалога государства и общества. Также в ходе мероприятия была представлена выставка ярмарка социальных проектов. Как известно, на областном уровне проходит гражданский форум. При непосредственной поддержке Атравской области были озвучены предложения по совместным мерам среди НПО. В том числе с каждым днем становится все больше особенных детей. Знакомство с системой направления работы для мам, а также совместные проекты. Все это было хорошо озвучено НПО. Также в ходе мероприятия Бахаткуль Хаменова наградила медалью Халк Алгасе всех, кто не сложил свои служебные обязанности в период пандемии. В числе удостойных благодарности Ельбасе, руководитель общественного фонда Алтан Уахат Айгуль Насаргзе. Во время чрезвычайного положения она находилась на передовой, неустанно трудилась. Также руководителям ряда организации были вручены благодарственные письма. Сегодня для меня был особенный день. Неожиданно, но приятно мы получили награду от президента Халк Алгаса за наш труд. Я сама занимаюсь более пяти лет благотворительностью, помогаю детям, детям-инвалидам, малоимущим, многодетным семьям. И особенно в этот период, в этом году, в период пандемии, я зарегистрировалась в волонтерский отравский штаб и оказывали помощь многим семьям, пенсионерам, одиноким семьям, детям, многодетным семьям, детям-инвалидам. На самом деле то, что я делаю, это я делаю от всего сердца, от чистого сердца и даже не ожидала, что получу такую награду. В рамках форума на открытой диалоговой площадке встретились представители неправительственных организаций, гражданского общества, государственных органов. Они озвучили актуальные вопросы страны, механизмы и пути их реализации, высказали свои предложения. В целом у нас в области идет работа по повышению правовой грамотности. Мы обсуждали это на открытой площадке и высказали свои предложения, в том числе в отраслях с низкой правовой грамотностью. Например, по вопросам взыскания алиментов, по вопросам получения кредита и выплаты кредита, по вопросам взыскания долга. Участники форума представили проекты, направленные на улучшение жизни населения и развития гражданского общества. Добрые дела активистов были высоко оценены участниками собрания. Отметим, что сейчас в регионе зарегистрировано около 700 объединений. Однако только 120 из них тесно работают с населением. Продолжение следует...